Блин, в жизни это сложнее, чем в игре. Вот, это тебе не детский трендинг. Хотя я не знаю, насколько это в игре сложно или не сложно. Укачивать. Я думаю, как минимум геймпад чуть легче весит. Ну, да, есть такой момент. Но зато потом я спиной буду, знаешь, что переламывать? Я сам не знаю, что, но что-нибудь, наверное, буду. Суровый веб, тот самый подкаст от YouWebDesign из Челябинска. Как использовать Airdrop вместо Тиндера? Логировать через консоль лог – это прошлый век. Выходим из депрессии с YouWebDesign. Выходим из депрессии с... Погнали. Вышли из депрессии. Вышли мы из депрессии, потому что на часах суровый веб, выпуск 234, проект YouWebDesign. Вот. Сегодня у нас уже 11-е. Блядь, какое ужас. 11-е? Ну, уже 11-е. Короче, с 10-го на 11-е мы пишем этот подкаст. Время пол первого по Челябинску. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. И действительно, пол первого. Мы сегодня долгое при шоу записывали. Такое, ну, мощное. И поэтому все, кто хочет послушать, идите к нам на Патреон. Ну да, мы об этом еще расскажем. Просто задумайтесь о том, что при шоу порой свежее, чем подкаст практически всегда. При шоу порой интереснее, чем подкаст тоже практически всегда. Хотя, на самом деле, нет, здесь это лукавство. Я бы не сказал. Я вообще их не сравнивал, потому что они реально разные. При шоу, оно про жизнь, а подкаст, оно про то, что жизнью не назвать. Поэтому, в принципе, пристегивайтесь и поднимаемся, так сказать, в толстые слои атмосферы. Да. А те, кто, кстати, хочет с нами связаться по каким-либо причинам, пишите на work.uwebdesign.ru Это если вы уже в толстых слоях атмосферы, можете оттуда нам написать, да. Хорошо. Пойдем к первой теме. Идем мы к ней или нет? Идем. У нас прохабр. Да, идем. Сегодня причем первая твоя. Да. Blacklist полный. Называется у меня в слайке. Разработчики Google Chrome и Chromium меняют в коде браузера термины Blacklist и Whitelist на нейтральные названия. Все. Этим, в принципе, все сказано. Переходим к следующей, я понял. Следующая тема. Блиц конкретно. Блиц. В общем, в свете событий, которые были в начале июня, потому что знаю, когда выйдет подкаст, надо называть. В начале июня 2020 года. И в конце мая. В конце мая. Ну, что-то такое. В общем, происходят вот такие вот вещи с Google Chrome. И вы мне скажете. Ха, сейчас Никита будет ржать. И все такое. Я, естественно, не буду ржать. Я даже не столько не буду ржать. Я здесь, как бы здесь странно не звучало и каламбурно, метафора, сыграю хорошего копа. Про Blacklist и Whitelist. Я скажу, что. Если не смотреть на то, что вы бы мне все сказали, сказали бы мне, это просто ради бабок все сделано и так далее. Я начну издалека. Предположим себе, что я тоже, в принципе, не очень. За превышение полномочий, которые могут происходить. Особенно, если это еще меня коснется. Не дай бог. Вот. Я бы, скорее всего, тоже вряд ли бы смог оправиться от такого, что было сделано с чуваком. Вот. И если... Ему не оставили шансов оправиться. Не оставили шансов. Да. Я просто тоже вряд ли у меня такое хорошее здоровье, чтобы оправиться. И, соответственно, если взять за основу, как я сегодня хороший, если взять за основу то, что, ну, чуваки из Гугла не могут выйти как бы всем Гуглом или профсоюзом там. Ну, то есть могут, скорее всего. Но это будет просто не так заметно, что это именно чуваки из Гугла. Но могут это сделать как бы своими заявлениями именно с помощью... То есть показать просто, что они согласны с такой-то позицией или не согласны с такой-то позицией или кого-то поддерживают, не поддерживают. Они могут это сделать вот тем, что поменяют что-то у себя в браузере. Конкретно у них уже давно эта тема. Мы, по-моему, даже, возможно, смотрели уже в подкасте про то, что у них racially neutral код, что у них нейтральный абсолютно код, в котором они пытаются создать так, чтобы не было никаких там расизмов. Нельзя сказать, как будто вот, если не пытаться, то весь код сразу расистский становится. Ну, я с тобой согласен, что перегибы есть, вот, но если предположим... Я помню, что где-то обсуждали, что мастер-слейф убрали, но это, по-моему, как с Линуксом было связано, а не с Гуглом. С чем-то это... Да-да-да-да-да. Вот. Но предположим, что это просто их заявление. Они сказали вот так вот. Тем самым сказали, что они не согласны с превышениями полномочий и согласны с теми чуваками. Соответственно, меняют блэк-лист и вайт-лист на... Я скажу, вдруг кто-то не знает. Или кому-то это вообще интересно, на что они меняют. На блэк-лист и на элоу-лист. Элоу. Элоу. Да. Вот. И, ну, короче, как звучит? Звучит хреново, честно говоря. Потому что блэк-лист и вайт-лист мы с вами привыкли. И для нас пока блэк-лист и элоу-лист это как бы, ну, типа, прикол какой-то. С другой стороны, почему бы нет? Звучит действительно по делу. Блэк-лист это те чуваки, кого заблокировали. Элоу, соответственно, кого разрешили. Потому что блэк-лист и вайт-лист можно было не понять. Понятно, что это не поймут только какие-нибудь зумеры. А мы-то поймем. Но все равно. Все равно. Сейчас переименовали конкретно и достаточно юэксно. Вот это в целом новость. В целом мнение. Хорошего копа. Ты что думаешь? Ну, смотри. Во-первых, я как бы с тобой согласен, что блэк-лист и вайт-лист это просто вот такие термины придумали и к ним просто все привыкли. В них нет ничего сакрального, что типа если называется ни блэк-лист и ни вайт-лист, то они сразу ничего не понятно. Наоборот. Ну, то есть, если вдуматься просто логически, то черный список. Че? Кого? Почему? Ну да. Согласен. Список блокировок все-таки более звучит дословно и понятно. То есть, в этом отношении нет никаких претензий. С другой стороны, как бы, ну, это вообще вот все вот эти события, они немного странные. И даже мы не будем сейчас поднимать всю ту конспирологию, которую мы каждое утро обсуждаем в микрочатике. Которую мы поднимаем каждый день, да? Вот, да. Я просто хотел бы сказать, что наверняка миллиард ситуаций, когда против белых чуваков также есть превышение полномочий. Ну, то есть, стопудово, просто, как бы, ну... Сто процентов. Если мы говорим о полицейских преисполнении, тем более, там, среди полицейских... Тем более в Америке. Верни-ка, как и среди других, да, тем более в Америке, как и среди любых других представителей профессии есть откровенные психопаты, которые, как бы, ну, их хлебом не кормить, да, и превысить полномочия, так сказать, то, в принципе, как бы, шанс того, что это происходит не только с черными чуваками, а еще и с белыми чуваками, он, как бы, ну, ровно такой же, я думаю. И таких историй тоже дохрена. Поэтому почему, как бы, именно на эту все завязались? Ну, понятно, что, типа, по конспирологии это все инженернутая хрень, что это специально все сделали, там, т-т-т-т-ты-ты, опустим это все, пусть там сделали, не сделали и так далее. Я вот в одном только с Ваньком согласен, это наш фантомный друг. Фантомный, потому что мы до конца не уверены, существует он на самом деле или нет, или это тоже инженернутое что-то. Вот, но я с ним в одном согласен, что, возможно, в супердолгую это все зря. Ну, то есть, если мы возьмем, как бы, задано, что просто есть силовые структуры, и они всегда могут превышать, там, как бы, полномочия, там, и так далее. Ну, это как то, что солнце каждый день заходит за горизонт, и с этим, ну, просто так бывает, надо это понимать. То, если в какой-то момент, там, спустя 30 лет, 20 лет, все просто договорятся до этого, что, блин, ну, чуваки, ну, бывает говно, да, давайте просто мы будем относиться к силовикам, как к людям, которых иногда сносит башню, там, и просто тех, у кого сносит башню, их судить по законам. Не клеймить, там, как бы, всю полицию сразу после одного этого случая, просто, ну, тех людей, которые нарушили закон, их, они должны перед этим законом отвечать. Все, конец истории. То, типа, все вот эти вот уступки, все вот эти реверансы, так скажем, в чьи-то стороны, они сразу станут смотреться, типа, нелепо, в долгую. Ну, что, типа, а какой смысл было вот это все делать, если дело было не конкретно вот здесь, что, там, против черного, там, кого-то задушили, придушили и так далее, а просто, что, типа, есть плохие люди, плохих людей надо наказывать. Все, конец истории. Не важно, полицейские они, не полицейские и так далее. Тот факт, что это среди полицейских встречается чаще, чем других, вполне возможно, что просто это резонанс такой приобретает чаще других, а так какое-то, там, бытовое домашнее насилие. Какая разница, ты полномочия служебные превысил или просто ты дурак, пиленный на голову и, ну, как бы, делаешь какое-то говно. Поэтому тут не знаю, но, опять же, мы просто живем в мире, когда у разных людей есть разные трибуны, чтобы сделать какие-то свои заявления. В конце концов, как-то, ну, окей, что, пусть делают. В общем, и в целом, время, оно, как всегда, расставляет все по местам. Ну, тоже, это, в принципе, это позиция. Ну, вот. Ну, да. Да. Я бы сказал, что я, наоборот, не согласен, потому что я бы в долгую не смотрел, я бы смотрел в быструю. И, наоборот, мне кажется, и в России, в том числе, и не знаю, как в Америке, честно скажу, не знаю, насколько у них там что влияет, но, чем больше у нас громких и вещей и так далее, и чем больше у нас видно, что кто конкретно там, кого зря посадил на бутылку, тем больше копы становятся, ну, я считаю, более, как сказать, ну, адекватнее, можно так назвать. То есть, именно в своих действиях. Больше это... Я считаю, что это как-то все-таки влияет. Не знаю там насчет черные, белые и так далее, вот, в этом отношении это все-таки американские, больше американские темы, но, как мне кажется, что все-таки это может влиять, потому что иначе, вот это судить, не судить, ну, ты знаешь, как это может работать, тем более не в Америке, а в другой стране, вот, и кто там кого судит, и судят ли. Тут, знаешь... Отлично, понимаешь, бывает, но мы идеализируем сейчас. Я идеалистическую позицию. Я понимаю, да. Вот, да, я понимаю. Я тоже, как бы, немножко идеалистическую позицию, что, возможно, все-таки, если кричать на каждом углу, то что-то изменится. Возможно. Я буду думать, что так. Рено знает. Ну, тем не менее, Хром, если позицию плохого копа все-таки взять, то, конечно, чуваки, ну, эксплуатируют момент и даже уж такое вдруг меняют. Наш родной блэк-лист и white-лист. Если посмотреть, кстати, с другой стороны, это же, скорее всего, про пиратский, наверное, блэк-лист или какой? То есть, откуда вообще взято термин? Или все-таки оттуда, откуда я думал, так скажем? То есть, почему конкретно назвали изначально черный список? Мне кажется, это как черная метка типа у пиратов или нет? Мне тоже кажется, да. Да. Если бы меня спросили, я бы такую же позицию высказал. Я не знаю, можно сейчас загуглить. Но сейчас, наверное, уже там миллиард других каких-то вариантов предложат. Могут быть другие варианты, да. Так, черный список, почему так называется? Обожаю эти запросы. В народе называется банлист, да, кто-то-то-то, существует черный список телес... А, вот, нашел. Почему черный список называется черным? Так. Два ответа. Скорее всего... Сука, скорее всего. Я думал, тут уже пруфы. Скорее всего, потому что черный свет всегда ассоциировался людьми с чем-то негативным. В большей степени связано со сменой дня и ночи, ведь еще в первобытные времена ночи, она же и темнота крыла в себя кучу опасностей. Так и сейчас людей, которых боятся или с которыми просто не хотят общаться, добавляют в черный... Мне наша версия про пиратскую черную метку больше нравится. Да. Вот. Потому что какие-то... Ну, понятно, что типа темное, непонятное, неизвестное, но тут конкретно ты помечаешь человека, что он черт. Так же и у пиратов было. Здесь, мне кажется, конечно, да, это больше оттуда. Хотя... Ну вот. Кто знает. Я думаю, кроме пиратов были какие-нибудь моменты, там, кому-нибудь дверь углем измазали, и это тоже значит, что он черт там просто. Ну, какие-то, я уверен, таких народных моментов, даже, опять же, у моих... в... 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 к его жопе лучше уже не подходить как бы там или что-нибудь типа того. Мне понравилось, кстати. Возможно, тоже надо записать на Вики, знаешь, там, типа, один из источников. Хорошо. Про это сказали. Напишите в комментариях, что думаете. С кем согласны, с кем не согласны. Ваша точка зрения. Тем более, мы любим. Что там у американцев? Да. Кстати, коротко расскажу про полицию. Я сегодня ехал в такси, и чувак-таксист, что-то как-то так мы с ним разговорились, оказалось, что он как раз полицейский. И он уже пенсию выработал, и он все, в отставку ушел, он до капитана дослужился. Вот. И ему очень обидно, что сейчас очень сильно силовики тупые стали. Что, говорит, хоть там сейчас очень много там всяких аттестаций, переаттестаций там и так далее, но как сейчас у нас много в каких сферах, хоть в медицине, хоть в образовании. Там тоже. Я, говорит, вообще не знаю, что такое слово аттестация. А сейчас постоянно какие-то там стрельбы, учения, переаттестации и так далее. Вот. И, говорит, но при этом все равно все, говорит, тупые. И, говорит, в слове хер четыре ошибки сделают. Вот тут примерно так же. Он, говорит, ну, у меня, говорит, до сих пор знакомых куча, которые, ну, как бы все еще служат, но его поколение, ну, там чувак, которым, ну, нам в отцы годится, грубо говоря. Вот. И, типа, они ему, его кореша, говорят, что нынешние молодые силовики поголовно, как бы, вот, ну, упало, так сказать, качество кадров. С чем связано, не могу сказать, не готов судить. Это огромная тема. Мне кажется, об этом можно целый один огромный подкаст обсуждать. Вот. Если нас кто-то слушает из силовиков, мы не про вас, мы про других каких-то силовиков. Понятно. Ну, да, вообще, да. Это интересно, кстати, это интересно. А может быть, знаешь... Он именно говорит, что раньше где-то это городо было, что там дядя Степа туда-сюда, а сейчас, говорит, это полное говно, и, говорит, это еще и изнутри, как бы, полное говно. Поэтому, говорит, это странно. Интересная тема. Мы пойдем к нашей теме из Slack. Что у нас там есть? У нас ведомости. Только там нетипичная для ведомостей статья. IBM отказалась от разработки системы распознавания лиц на фоне протестов в США. Как бы вытекает из предыдущей, но уже немножечко в более айтишную сферу. Хотя там тоже Google Chrome. Смешной Google тройнул. Сейчас вот мы в более айтишную все-таки сферу идем. Короче говоря, компания IBM занимается технологией распознавания лиц, но тут они заявили о прекращении их работы и прекращении еще, кроме всего прочего, сотрудничества с силовиками, опять же. Ну, типа, 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 что их технологии во зло используются сейчас, чтобы репрессии устраивать со стороны силовиков по отношению по отношению к какому-то населению. К какому-то. Ну, соответственно, к тем, кто сейчас там погромы всякие чинит и так далее. Вот это, кстати, не выход. Вот это я не очень одобряю в любом случае. То, что у них, опять же, такой способ высказаться у этих чуваков-мародеров, ну, блин, достаточно плохой способ высказаться. По мне, опять же, если нарушаете закон, надо перед законом отвечать. Вот. Ну, короче говоря, вот IBM, они сказали, типа, не-не-не-не-не. Мы как бы готовы, в общем-то, работать над такими системами, но вот, чтобы вот гнобить чуваков, которые рушат магазины, нет, не готовы. Типа, не хотим развивать, чтобы это использовалось там для угнетения. Крайне спорная хрена. Мне это напоминает ситуацию из-за теории большого взрыва, которую я сейчас смотрю. Там, где в 10 сезоне они сделали, короче, хреновину и забоялись, что у них военные начнут брать. Да-да-да. К ним в итоге приходили военные. Да, приходили. Ты досмотрел там этот спойлер или нет? Нет. Там это в рамках нескольких, по-моему, серий этот сюжет продолжается, не одно. Я это еще, когда первый раз смотрел, я это посмотрел, и я сейчас второй раз это тоже посмотрел, и там была тема, что они не успевают по срокам, потому что Шелдон вообще сказал, что за 2 месяца сделаем по бреду. Ну да-да-да. Да, и потом они продлили на 2 года, что-то такое, в общем, всю эту историю. Возможно, это раскроется в конце 12-го сезона в последней серии, что ли? Нет, нет, нет. Я уже вообще забыл эту сюжетную линию. По-моему, в конце вот 10-го сезона они ее закрывают, так сказать. А, ну вот. Короче говоря, вот мне это сейчас напоминает все это, потому что, во-первых, немножко смешно. IBM, это же хреновина, которая стоит, наверное, в каждом, в каждом магазине, какой у них касса, это IBM. Вот. Наверняка у них вот эта система распознания действий, это все-таки отдельные какие-то устройства. Понятно, что это отдельно, но это, знаешь, ну да. Ну, как сказать, ну это, в общем, это достаточно, наверное, такие чуваки, которые, ну, при государстве, мне кажется, IBM, хрен его знает. Но тут они вот как-то... Как минимум, с крупными госкомпаниями у них стопудово какие-то контракты. Ну, по-другому просто и быть не может. Да, и тут они начали изгибаться, извиваться начали. Чуть. Ну, вот, это тоже, это типа их позиция, ну, следуя твоей методичке, они просто так высказались. Что типа они против этих против... Но опять же, насколько это, по идее, бред. Чуваки громят магазины. Это, объективно, говно. А IBM в этом моменте говорит, не, давайте мы не будем использовать нашу систему распознавания лиц, чтобы их гнобить, потому что, типа, это не говно. Достаточно лицемерная хренатень. Вот. И тут, конечно, опять же, кто-то, может быть, увидит, что IBM, соответственно, с демократичами, ну, на короткой ноге. И типа, они сейчас, ну, вот эта ситуация выгодна демократам, поэтому они, как бы, будут усугублять ситуацию. А потом, если вдруг демократы изберутся, там, президент будет демократический, и там, в Сенате у них будет большинство, они сразу, хоп, вернут, и незаметненько, и будут дальше использовать системы распознавания лиц, и так далее. Будет достаточно лицемерно, но я, я и в такое поверю легко. Ну, такое может быть. Кстати, может быть, IBM как раз таки, видишь, у них все при государстве, я вот, короче, это США, у них все при государстве, но только одни за одних, а другие за других. И IBM, скорее всего, за других. Ну, да, и вот, да, и поэтому, так. Ну, в общем, может быть так, может быть от души, может быть, мы не знаем. Но просто лица распознавать, типа сейчас, а что у них сейчас нет системы, которая распознает? Есть, они ее, видимо, shutdown, я сейчас сделаю, и все. А, выключат. Нормальная тема, в принципе. Не знаю, а сами IBM магазины не громят? Ну, у них нет, мне кажется, монобрендовых магазинов, у них просто, ну, как бы, кассы, если только выносят, опять, из продуктовых, или там что-то как-то, но, по-моему, IBM, они не занимаются консюмерской электроникой больше вообще. Только такой, B2B-шной. А это, опять же, если даже и вынесут IBM-овские кассы, IBM это только на руку, у них новые кассы закажут. А так, чтобы прям склады IBM-овские громить, мне кажется, они уже на военных складах размещаются где-нибудь, поэтому, как бы, ну, в том-то и дело. Их не погромят, видимо. Ну, посмотрим, посмотрим. Лего оказалась от рекламы конструкторов с полицией из-за волнений в США. Это ранее по этой теме было, мы тоже с тобой обсудили. Кстати, я видел в Ашане, что очень дешево продаются эти конструкторы, надо сейчас купить, а потом за миллионы продавать на Amazon, на eBay, точнее, на... Давай так, а как ты видел в Ашане, если он закрыт, или он не закрыт? Кто его закрыл-то, уже тебе говорить? В смысле, он что, не был закрыт всё это время? Мне кажется, он и не был никогда, да. Мне кажется, его вообще никогда не закрывали. Просто сам родник-то закрыт, а как в Ашан попасть, если не через родник? Нет, родник открыт, это первое. И я тебе больше скажу, в роднике работают несколько магазинов, и в том числе Ашан, и всякие, знаешь, там, и Фраше, и ты можешь зайти, и, пожалуйста, всё работает. Что думал? Ну, то есть, одёжные, наверное, не все работают? Нет, одёжные вообще не работают, вот, одёжные не работают, поэтому там есть темнота, в конце Томеля. Томеля ещё существует? Да, он там рядом с этим, рядом с Литуалем. У них, да, у них же мыла, там всё такое, они могут прыгать, да. Типа, якобы, первые, ну, с другой стороны, у Литуаля тоже первая необходимость, там тоже мыла, но вот они не работают почему-то. Ну, тут, как обычно, может, они по авантюристам, и Фраше без разрешения работают, просто, и всё. Такое чувство, что это всё по авантюристам происходит. И там есть, конечно, по 300 рублей, понял, да, 300 рублей, это сколько в долларах? Давай для наших украинских братьев, скажем. 4 доллара, наверное, где-то так. 4 доллара. 4 доллара за штуку, которая потом на ebay, где коп, ну, там, на байке догоняет, на байке бандита, будет стоить потом, ну, я не знаю сколько, но много будет стоить. На засыпку вопрос. А у лего-человечков есть чёрные-человечки? Или все жёлтые? Все жёлтые, кстати. Кстати, все жёлтые. Но, мне кажется, есть какие-то определённые наборы, вот, но, по-моему, все жёлтые. Вот просто, ну, если мы говорим про лего-игры на компьютере, то там есть всё-таки, ну, не только жёлтые. Там есть различия. Там есть и белые, и красные, это, ну, типа там, индейцы, если мы говорим про лего-индиану Джонса, там, и всё такое. Ну, вот, по крайней мере, там, где бандосы, там белые, в смысле, жёлтые бандосы, если это можно за белых называть, я не знаю, короче, лего-бандосы, да, и с такой щетиной, знаешь, типа не брились, потому что бандосы. я понимаю, конечно, у меня есть же лего-вестерн серия, и там они тоже бандосы с щетиной, да. Да, вот, короче, вот такие пацаны. Просто тоже, обратив внимание, Симпсоны, да, в Симпсонах все Симпсоны жёлтые, обычные, вот, но чёрные, они чёрные. А, ну там есть разделение. А вот в Футуране нет, в Футуране белые-белые, чёрные-чёрные, жёлтые там только азиаты. Хотя это одни и те же создатели. Ну да, это одна студия, но вот в Футуране мы, тем не менее, закрыли уже давно, а Симпсоны-то всё ещё нет. Ну, мы не можем повлиять на это. Да, мы эту Гройнингу звонить не будем. Переходим дальше, чё? Или ты хочешь какой-то финальный штрих сказать про IBM и лего? Давай пока без резюме, просто интересно, чем всё закончится и так далее. И к следующему подкасту закончится ли? Хотя, мне кажется, что официально, когда Sony сказали, что будут показывать свои игры, всё закончилось. Думаешь, только этого ждали все протестующие? А, ну всё тогда. Тогда, походу, пора заканчивать. Пойдём смотреть презентацию. Да. Мы Sony PlayStation сейчас набрали, соответственно, в магазинах. Причём, в пятых тоже. Просто четвёртых, да, пятых надо как бы набирать. Ну да, интересно. Короче, пойдём к следующей теме, уже к российским новостям. Мы уже как в новостях. А теперь к российским новостям. IT-ассоциации предупредили власти РФ об опасности массового отъезда, именно отъезда, программистов за рубеж. Очень прикольная картиночка здесь. Поросёнок Пётр, он намылил тачку и вместе с... У него не трактор, у него тачка, и он именно дата-центр как-то везёт. Везёт дата-центр. Я не буду углубляться, вдаваться в подробности и в проценты, если честно. У нас сегодня Блиц, правильно? Вот. Короче, некие люди, такие как Наталья Касперская, например, это отечественный софт, и руссофтовский Валентин Макарич написали Мишустичу, такому, есть у нас такой пацан, что вы будьте бдительны, сейчас все будут валить, потому что, потому что многие бизнесы подзакрылись, особенно страдают те, кто делали длинные большие проекты айтишные для этих бизнесов, соответственно, выгорание, соответственно, никто и бабки не получит, и, в общем-то, проекты не будут реализованы, в общем, хреново, хреново, соответственно, смотрите, за нашими программерами они будут валить. И тут прям указано, что прям реально много людей пострадали, коронавирус, и, короче, в общем, никак не могут с этим ничего сделать. Несмотря на то, что у нас как бы есть прирост программистов как бы институтский, то есть чуваки, которые подготовлены каждый год же университеты выпускают специалистов, несмотря на то, что есть, но вроде как и там есть конкуренция, 4 человека на место у нас в айти сфере. Но несмотря на это, все, что вот это все есть, оно вроде как в ноль выйдет, то есть ноль человек на место скоро будет. Ну не, ну не ноль человек на место, а имеется в виду, что... Почему? Наоборот будут хотеть учиться, чтобы свалить опять же. Крутые спецы, да, крутые спецы будут сваливать, соответственно, это будет как бы ухудшение чуваков и рынка, и в общем. В общем, вроде предупреждают, что будет хреново. Я думаю, что все-таки это как-то имеет место быть, вот данное изречение. С другой стороны, а только ли это в IT-сфере? С третьей стороны, здесь чуваки хотят подписать IT-сферу под штуку, которая как бы должна, ну, типа там, НДФЛ как-то убрать, что-то там, или, короче, фонд оплаты труда, такая какая-то тема. В общем, они хотят подписать под то, что IT-это нормальная тема, практически как еда, как хлеб и зрелище. И что, типа, сильно тоже пострадали, практически, и практически, я сейчас это все рассказываю так, как будто это Иосиф Пригожин написал пост про то, что звезды страдают, а ему потом Шнуров, как Мишустин, ответил, что что-нибудь другое. Вот. Короче... А, изначально Пригожин написал, что звезды страдают, или что там было? Да, да, изначально написал, что страдают звезды из-за коронавируса. И понеслась. Не знал. Я не знал, с чего началось. Я знал только, что Наташа Королева с Тарзаном тоже написали. Там сразу все посчитали, сколько у них, где квартир там и так далее. И да. Ну, смешно, что мы это обсуждаем в рамках нашего подкаста, но мы всегда так делаем. Короче, да. За это нас любят, в принципе, да. Люди хоть узнали от нас реальные новости. Кто такая, что есть Наташа Королева? Шлаки информационные. А все-таки, да, о чем-то важном. Ну вот. Ты как думаешь, повлияет на IT индустрию? Не повлияет? И можно ли в этой ситуации сейчас, наоборот, выйти IT королем? Сто пудово повлияет. Просто знаю слухи от нашей компании тоже. Вот. Поэтому, да, это действительно повлияет. Но они такие, плюс-минус, индейные, поэтому я не буду говорить. Но вот конкретно у нас тоже повлияет. И тот факт, что проект, на котором я был до этого, тоже скоропостижно прикрыли в конце марта. Вот. Тоже намекает на то, Как бы незаконченным? Или как? Или он закончен, или он незакончен? Ну, как бы я сказал, его прототип закончен, но на следующую итерацию, судя по всему, денег не дадут. Ну, уже не дали. Ну, то есть им можно пользоваться, или как? Ну, как бы сказать, нет, это был proof of concept. Этот proof of concept был нужен для того, чтобы уже после этого начать реальные разработки. То есть нужно было доказать, что это такая концепция работает в теории, а после этого уже, ну, теперь непосредственно разработайте нам, пожалуйста. Вот, вот этой стадии не произошло. Это какой-то, это законсервировалось. Ясно. Это, вот, мне кажется, это тоже, как бы, такое выгорание, потому что, представляешь, у тебя вот проекты, ну, ты, типа, делал-делал реально, потом бац. Ну, я вот работая теперь в аутсорсе, я, как бы, все-таки начинаю к этому привыкать. Вот. Но в тот момент, когда эти проекты реально заканчиваются, причем, ну, скоропостижно, реально, не то, что мне там было и понятно, что в марте этот проект закончится и меня заранее подготовили следующий и просто меня сразу перевели и все. Ну, как бы, нет, к сожалению, было не так. Вот, к сожалению, для нашей компании. Поэтому, блин, это плохо. Здесь пишут, что, ну, как бы, отрасли стоит готовиться к массовым сокращениям и урезанию зарплат. Это реально полный отстой. И, ну, как бы, понятное дело, что мы там с тобой не сильно валящие, так скажем, да? Да и не сильно ценные специалисты. Это шутка. Это, конечно, мы все-таки самые ценные. Неважно. Мы с тобой не самые валящие, но есть стопудово те, которые реально вальнут. И тот факт, что просто в стране останется меньше ценных кадров, это, разумеется, полное говно. И в долгую, и не в долгую. Потому что, ну, блин, это потенциально спад суперинтеллектуальной какой-то продукции такой. Ну, то есть, блин, это плохо. Надо по Лебедичу, опять же, наоборот, к нам привлекать иностранцев, чтобы к нам приезжали работать, как бы, и здесь, так сказать, тоже налоги платили и все такое, а не способствовать тому, чтобы отсюда валили. Ну, в общем, опять же, поживем-увидим. У нас стоят первые три темки, они такие, в будущее смотрящие и как бы, ну, с открытым финалом. Да. В надежде на сиквелы, так сказать. Будем смотреть. Интересно, как будут развиваться события. Просто, понимаешь, мне кажется, все сейчас в странном недоумении и в странной ситуации, к сожалению. И то, что мы сейчас немножко откатимся. Все отрасли или все айтишники или все вообще... Да вообще все. Да вообще все, мне кажется. Ну, то есть, кто-то, наверное, нет, но вообще все. И откатимся на несколько лет стопудово, затормозимся, запаузимся. Вот. Может быть, какие-нибудь, знаешь, там машина фон Неймана скоро потребуется. Не знаю. Не знаю, к чему я искал. И этот у немецких фашистов во время войны была же вот эта хрень. Я забыл, как она шифратор-то. Каким-то женским именем назывался. Ну, короче, специальная хрень, которая шифровывает и зашифровывает послание. Энигму, вот, вспомнил. Именем, по-моему, назовем. ПМД5. Шифрование. Вот Энигмы скоро нам понадобится, чтобы как-то это... Вместо HTTPS. Ладно. Переходим дальше. Пойдем к тому, что не увядает. Тем не менее, и что я бы вам сказал как раз в кризисное время можно... Чем можно воспользоваться? И что реально сейчас выход? Если вам нужен хостинг, а он вам нужен, поверьте мне, заходите на evobesign.ru slash smarttape и регистрируйтесь по нашей реферальной ссылке на хостинге smarttape на отличном. Ну да, среди российского рынка это лучшее предложение и по ценам, и по доступности, и в принципе по качеству предоставляемых услуг. Есть как бы более разрекламированные варианты, но поверьте нам, тертым калачам, которые давно здесь сидят, это решение smarttape, оно просто best of the best. Топ топа. Конечно. King of the hill, я бы сказал. Стопудово. И что говоря, по предыдущей теме там была картинка, что поросенок Петр укатывает с дата-центром, вот эти дата-центры никуда не укатят. Не укатят. чуваки, будьте, как это сказать, будьте спокойны. Кто на будущее смотрит, будьте стратегическими и перевозите все скорее на smarttape, потому что тут tier 3 уровня дата-центры, это конечно ё-моё. Попробуйте, например, хостинг на NVMe-шных SSD-шках, которые мы используем здесь. Мы используем NVMe Mega 2X, 80 гигабайт пространство. Всего 2,500 в месяц при оплате на год. Это ноль. Вы попробуйте сами такой компьютер собрать и обслуживать его. Охренеть, как это сложно. Чтобы uptime был, вот это всё. А тут за вас люди занимаются, поэтому в принципе iovdesign.ru slash smarttape и просто ссылки в описании под видео тоже есть. Ныряем под ссылки в описании, на шикаришай smarttape вам тут это предложили под видео. Идём дальше. Нам в патроновском чатике предложили темку про инструменты разработчика Google Chrome хромовские. Давай. Сейчас я в блицовом формате эту темку расскажу, потом укачаю за секунду и вернусь. Давай. Так вот, Chrome 73. Нетрудно догадаться, что темки это уже год. И короче говоря, нам Иван Мирзавцев в патроновском чатике предложил со словами «Чуваки, вы тут говорили про консоль лог, да? Это уже давно не модно. Теперь есть в DevTools Log Points». Что такое Log Points? Log Points это когда нас учили в школе никогда не начинать предложение со слов «Это когда?» Но в подкастах можно. Здесь же не анализ стихотворения Шолохова, Тихий Дон. Это стихотворение, кстати. Так вот, открываем в коде в инструментах браузера любой код, например, app.jsx реактовый файл и правая кнопка на любой строке кода, будь то 19 или 115, делаем add log point. Типа, добавляем точку логирования и в этой точке логирования указываем, что же нам залогировать. Хоть какую-то переменную, хоть любую хрень. И типа, потом, в каждый момент, когда этот код выполняется, в консоли, абсолютно аналогично консоль логу, в консоли появляется строчка, типа, на 174 строке у вас был log point, вот выводим то, что вы в этот log point написали. Все. То есть, это даже не записывается в сами файлы. Это вы делаете просто в инструментах разработчиках браузера. Типа, что, ну, ты говоришь хрому, запомни, вот в этом, в этом, в этих файлах есть log point. Ты, типа, не засоряешь код консоль логами. Ну, как бы, я пытаюсь продать вам log point, хотя, сам я их не купил, поэтому мне сложно их продать, но я пытаюсь. Вы видите именно, вы не видите в самом коде log point, потому что, ну, типа, зачем коммитить консоль логи, если вы это для дебаггинга делаете? Это ваш, ваш и только ваш дебаг. Вы делаете log point в инструментах разработчика и каждый раз вы, когда там пишете уже код, перезагружаете веб-сервер, у вас эти log point каждый раз выполняются и вам в консоль вываливают логирование. И не дай бог вам закрыть вкладку браузера в этот момент, потому что, я так понимаю, что в DevTools'ах все сбрасывается как бы и все. Естественно, естественно. Как и совсем в DevTools'ах. Вот да, мне напомнило это инструменты дебаггинга для ноды, там где ты тоже point указываешь и они у тебя каждый раз выполняются, но там ты это все равно делаешь в коде и у тебя ты понимаешь, ну как бы это в основном там сделано для того, чтобы выглядело красиво. Ну то есть просто консоль логи, ты их можешь потерять в куче логирования, потому что нодовый сервер, он постоянно что-то пишет в логе, ну типа был такой-то запрос, был там ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Он там просто красиво оформляет это логирование и тоже, ну выполняет его в определенных местах. Тут на клиенте это так делать, не знаю, это просто странно. Поэтому я все еще считаю, что логирование консоль логом это нормальная тема. Плюс я использую, например, в своей работе Vue.js логер, прям такой пэккедж есть, который красиво оформляет консоль логи, он их подсвечивает цветами и так далее, и там в принципе видно на какой строке, как называется файл, ну и ты, соответственно, вызывая метод success, у тебя там красиво все зелененькое, вызывая метод warn желтенькое, там, ну короче, ты понимаешь, просто все цветно, красиво. Это в сто раз более удобно, чем вот логпойнты какие-то. Вот. Ну, может быть, кто-то сейчас напишет в комментариях, закидает меня говном и так далее, что я лох, я просто еще не на хроме работаю, а на файрфоксе. Поэтому, чуваки, сорян, я это не купил бы по определению. Но, тем не менее, вот и такое тоже бывает. Ну, знаешь, одно могу сказать прикольно, что что-то сделали. Ну, хорошо, да, они продолжают продвигать свой хром, типа, это супер топ инструмент для разработчика и так далее, но, блин, постарайтесь больше, чуваки из Google. Вот. Лучше блок-лист сделайте, это и топ больше смысл несет, чем логпойнт. Так, мы, в общем, остановились на том, что эти, логпойнт это некий пук. Вот. Но, возможно, в комментариях нас переубедят по поводу того, что это не пук. Ну, да, послушаем комментаторов. Потому что по-любому есть у нас приверженцы хрома. Ну, типа, стопудово. Я уверен, есть прям такие, у которых... Возможно, где-то есть лирический слушатель, у которого татуировка с Google Chrome. Возможно. Возможно, есть такой. мы поговорили, да, про эту тему. Можно дальше идти. Следующая тема это достаточно странное дерьмо. Короче, но, в принципе, в целом, в целом, я уже видел такое дерьмо. Поэтому здесь, как бы, вообще технические подробности в этой должны быть статье. Но мы, как бы, посмотрим, насколько мы залезем в глубину. Как я использую AirDrop вместо Tinder? Такая статья. В этой статье автор рассказывает нам, что он оказывается, оказывается, придумал, ну, не придумал, а, как бы, как сказать, взял на вооружение, хрен его знает, но, короче, он с помощью технологии AirDrop на Apple девайсах в метро знакомится с людьми, с женщинами. Выглядит уже немного дерьмово, особенно в том плане, что я видел такую новость очень давно про японцев, я тебе, собственно, скинул эту новость, собственно, ее открыл. Подкрепил, так сказать, и делал. И, а в этой новости про японцев написано, что еще в 2015 в Британии уже была такая тема в Лондоне. В общем, что происходит для тех, кто не понимает? Чувак едет в метро, скидывает уже заготовленную картиночку, а для него даже, там, бота написали, чтобы он эти картиночки кидал. Значит, пишет имя, а имя он узнает технические подробности. Он, значит, вообще, он сильно там пронюхал, именно пронюхал. Понял, что Airdrop, он как бы, чтобы вообще связывался, он отправляет специальный BLE-пакет, Bluetooth хреновину, Bluetooth-пакет, так называемый, в котором он, опять же, там, захэшировано отправляет свой телефон, там, все такое, короче, в общем, как-то обменивается с другими этими, с другими девайсами Apple-овскими. И другой девайс Apple-овский, если говорит, все нормально, ты либо у меня из книги моих, типа, этих, телефонной книги, если только телефонная книга для Airdrop, либо вообще для всех, то, окей, мы с тобой начинаем общаться по Apple Wireless Direct Link, вот, по такому протоколу, и это, типа, круто. То есть, на самом деле, как здесь написано, у Google до сих пор нет у Android таких нормальных технологий для связывания, как есть у Apple. И, в общем, собственно, этот Airdrop достаточно удобная штука, быстро все летает между ними, несмотря на то, что это какие-то там два телефончика в метро прикрепленные между собой. Все хорошо. Значит, тем самым, когда ты прикрепил, ты можешь скидывать у тех, у кого разрешено, можешь скидывать прямо картиночки. Картиночки скидываешь, и здесь он, я напоминаю, может технически вычислять, реально он там как гений смотрит на имена, в основном телефон называется типа айфон в скобочках Никита. Он типа смотрит, он говорит там смотрит там айфон такой-то, и он пишет прямо по имени и так далее. Потом он реально как-то там расходирует, короче, он даже он делал криповое дерьмо, он расходировал короче вот этот BLE-пакет, и в нем, короче, в нем у него, он вычислял какой именно из промежутков номеров от такого-то по такой-то примерно по хэшу, там как бы хэш, он не весь телефон раскодирует, но у тебя какой-то диапазон телефонов создается примерно, ты можешь примерно предугадать, и он звонил на эти телефоны всем и успевал позвонить короче той, у которой телефон сработает короче чувак немножко упоролся вот, он за это все время мог бы научиться просто общаться, я не знаю, просто нормально разговаривать, у него именно это стимул так сделать, и это типа удивление, и как бы это такой способ подката. Да, у него фетиш такой на аэродропных, в общем, на тех, кто с аэродропом, и вот у него действительно получается, он говорит, что есть люди, которые действительно нормально реагируют на это, но я повторюсь, в новости про дикпики и про то, что в Японии тоже так в метро скидывают дикпики просто на шару через аэродроп, причем... Тут-то не дикпики, тут-то именно милая хрень, типа там долгов и все такое. Тут типа мемы, тут типа мемы, вот, но суть в том, что в 13-й iOS закрыли предпоказ картинок, то есть даже если у вас сейчас стоит, что аэродроп всем, может хоть кто мне аэродропить, то все равно файл с картиночкой теперь не покажется, то есть это в целом не сильно уже актуальная статья, тем более, что на iOS 13, я думаю, уже все давно, в основном, вот, и, ну, кто с хорошими телефонами. Соответственно, к сожалению, сейчас уже картиночки не покажется, и он, короче, изхитряется, знаешь, что делать? Я просто, почему нету скрина, как это на iOS 13 выглядит? Ну, то есть там все равно можно просмотреть. Есть только, изначально у тебя написано, какое название твоего телефона, название телефона того, кто отправляет, и дальше, типа, можете раскрыть картиночку. И чувак, тем самым, вычисляя по имени, называет свой телефон, успевает, там, Юля, привет, условно. И приходит, короче, аэрдроп от Юля, привет, там, давай познакомимся, и если уже, там, откроют картиночку, то тогда уже откроется картиночка. Там уже дикпик, потому что там мемка, там уже скучно. Согласен, вот, короче, в общем, чувак немножко сильно заморочился, мне даже страшно, если честно, это читать было, немножко по-маниачски выглядело, в скобочках, сильно по-маниачски. Ну, он здесь сам над собой шутит, что он, в принципе, тот еще маньяк, он тут рассказывал, что можно на разбере пиха и новину сделать, которая будет постоянно всем в аэрдроп и слать картиночки вообще нон-стопом, пока едет с тобой в кармане, условно говоря. Короче говоря, чувак сильно заморочился. Вот, такая технология. Прикольно, что в 13-й, кстати, закрыли, то есть в целом они смотрят, секут, то есть в целом за аэрдроп еще кто-то отвечает, есть директор по аэрдропу и он что-то там еще смотрит куда-то. Ну учитывая, что еще в 15-м году это было, смотрят они долговато. Ну долговато смотрят, но смотрят, но смотрят. Вот, такая история прикольная. Ты аэрдропом как пользуешься? Ну так пользуешься или нет? Так нет, уже не актуально. А вообще, перекидываю файлы, на самом деле, вот тут его принято хвалить, этот аэрдроп, а мне есть что сказать плохо, типа 500 файлов сразу нельзя скинуть, там где-то либо на 200-ах файлах, либо когда там сколько-то мегабайт становится, уже просто ошибка и все, и без объяснения причины. Поэтому приходится изворачиваться по 50-100 файлов скидывать. Вот, это конечно, это не очень приятно. Но вот когда просто... Если ты на макбук себе скидываешь, там какой-нибудь... Ровно так я обычно и делаю на макбук себе. Вот, но вот для одной, там двух, там, тире 20 фоток вообще топ, аэрдроп сохраняет качество. То есть, ну в телеге можно отправлять как файл, например. Так, вот, но если неохота в телеге чат засирать, можно отправить аэрдропом, он, повторюсь, сохраняет качество. В этом как бы плюсы. А так, в целом, да мне кажется, он кроме передачи, собственно, картинок и видео ни для чего и не может использоваться. Я не знаю, там есть какие-то темы, типа, аэрдропсы расшарить на два телефона, может это тоже какой-то схожий протокол там используется. Не, ну сейчас же есть файлы, сейчас же в целом есть файлы, такая тема, как прям вот файлы в телефоне. Ты можешь файлик скинуть какой-нибудь, не только картиночку. Ну, ну да, да, окей, можно док документ, хотя опять же, я не пробовал док документы скидывать, ну положим, что можно. Ну это прикольно так утилитарно что-то скинуть, но видишь, это все должны быть эпплычи, а это как бы тоже не так. в жизни все, поэтому, ну, бывает не так, да. Так точно не использую, и если честно, я даже настолько не маньяк, что я даже никогда особо вот так, я правда давно из-за этого коронавируса не ездил в общественном транспорте, вот, ни разу не было такого, что я в общественном транспорте просто открыл аэрдроп и тупо хотя бы посмотрел названия телефонов, какие. Ну это тоже надо захотеть, я согласен с тобой, это надо догадаться, вот, и захотеть, посмотреть, кто вокруг. Я иногда волей-неволей, когда отваливаются наушники, я захожу в блютуз и смотрю, какие блютуз-устройства есть вокруг. Угу. И вот, ну это не то, чтобы как бы, не то, чтобы я конкретно прям за этим зашел, но иногда вижу, что там какие-нибудь там кисонька 666 или там Юля, привет, видимо, вот этот чувак. Ну я там. Это он едет, да. Да, да, да. Но там, видишь, там именно название и там почти всегда скучное, типа iPhone Александр, iPhone Максим. Ну да. И все. Ну, скучно, так что вот, аэрдроп и аэрдроп. Не знаю, пишите в комментариях, как вы используете аэрдроп. Считаете ли вы это романтичным, вот такие подкаты или криповым? Вдруг к вам так подкатили? Просто мне, раз чувак говорит, что бывает попадаются классные там ты-ты-ты-ты-ты, а почему тогда с ними в итоге не срастается? Просто интересно. Или каждый раз с характерами не сходятся? Или что? Ну то есть... Ну я так понимаю, он просто хочет типа для общения, но я так понимаю, что главное у него все-таки не общение, а сам факт. Ну вот сам процесс вот этого вот подката. Ну тогда да, тогда как бы тут целью является не успешное, так сказать, общение, а просто успешный подкат. Еще плюс один или плюс одна клюнули на, ну на такой подкат, и как бы это прикольно. Все. А так, конечно, ну... Ну бота написал, это смешно. Обратите внимание, бота он назвал эйртролль. Не эйртиндеры там или эйрдейт, а эйртролль. Поэтому... Ну... Да. Эйртролль, короче, полный. А тут этот чувак на хабре, это автор? Или это перевод какой-то? Ну, наверное, это автор. Да не, наверное, хотя рувыдс. Ну, вдруг-вдруг рувыдсачи уже платят за статьи, и они хотят, чтобы эти статьи как бы, ну, на их корпоративном блоге были написаны. Не знаю, они тоже по криповым чувакам через эйрдропишь напишешь мне статью на хабре. Что-то немного, да, немного, немного странно. Возможно, да, возможно, да, потому что указано два, как бы, автора, то есть это чувак и Сирокий, в общем. Окей. Да, мы, чтобы ты понимаешь, чтобы ты понимал, вот такой корпоративный блог, это за бабки на хабре стоит создать. Мы можем такой же дизайнерский сделать, но это там каких-то достаточно больших денег стоит, к сожалению. И им, видимо, надо это как-то оправдывать, трафик гонять, поэтому они, в принципе, готовы пускать к себе, видимо, на блог, и, ну, чтобы какие-то статьи писали. Даже эйртроличи. Даже, да, даже эйртроличи. Ну, круто, чё. Вообще, в... А в Японии-то чё? Именно кидают дикпики и тоже срастается иногда, интересно? Или чё? Или там просто они по фрикам от этого кайфуют, что просто кидают дикпики и всё? Там по фрикам, причём там достаточно, я не помню, это в этой статье я читал или нет, в Японии там же есть отдельные вагоны, я, возможно, опять же это говорил в этом подкасте, вагоны и... или даже отдельные поезда, чисто для женщин, потому что там настолько, короче, криповые челы, что женщинам типа вообще стрёмно ездить с такими чуваками это досвидос. То есть они там не только дикпики кидают. Ну, я слышал всякий бред типа там камеру на ногу сделать, чтобы там ну под юбкой сфоткать вот это всё. Поэтому да, поэтому там, знаешь, AirDrop это самое минимальное, что ты можешь схватить, подцепить. Ну, да. Ладно, чё, у нас дальше не самое дерьмовое, чем можно подцепить, это наш Патреон. Я бы сказал самое лучшее. Конечно, у нас здесь ничего крипового, никаких маньяков, только самые лучшие избранные люди мира. Да, да, да. У нас здесь круто. Если хотите побольше таких историй из жизни, как про то, как я скидываю фотки себе на ноутбук, только интереснее в 100 тысяч раз, то подписывайтесь к нам на Патреон, у нас там пришёл. Это целый отдельный подкаст, который мы выкладываем также каждый раз. Каждый раз, когда есть подкаст, значит, где-то есть пришёл. Оно по хронометражу обычно там около часа, плюс-минус 20-30 минут. Вот. Но там тоже интересно. Вот. Кроме всего прочего, наконец-то мы получили весь наш мерч физический. Вот. И я его уже даже разложил по кучкам, уже подписал письма. Вот. Осталось только отнести на почту, оплатить. Вот. Ну и там, там где посылки, вот, там где Powerbank, вот это всё, там надо, конечно, купить коробочки. Но это тоже сразу на почте надо будет сделать. Короче, в какой-то момент я приду на почту и там зависну на пару-тройку часов, видимо. Потому что тут прям обширный такой объём отправлений. Вот. Жалко, интеграция сорвалась. Я... Ну... Придётся теперь занять денег на эти отправления. До следующей выплаты патреоновской. Да. Вот. Но, тем не менее, patreon.com slash ewebdesign. Чуваки, если хотите нас поддержать, то поддерживайте. Мы выбрали, что у нас все пледжи это general support, так что никаких налогов с вас никто не возьмёт, начиная с 1 июля. Можете, не стесняясь донатить. Чё ты последнее сказал? Я говорю, наконец-то никто не возьмёт с налогов. И самое главное, с нас никто не возьмёт. А с нас, видишь, и не собирались. То есть, это бремя хотели переложить на подписчиков. Ну, как в Америке. Типа, ты видишь ценник, но по факту должен ещё прикидывать, что плюс налог. Угу. Плюс МДС. У вас здесь типа такого же. Ты видишь, что 5 в месяц, а на самом деле с тебя 8 снимут. Или там, не знаю сколько. Вот. Это, конечно, подстава. Именно подстава. Но, что характерно, это не только касается Патреона, а всех иностранных организаций, которые хотят работать на территории России. То есть, это, в принципе, к нам сейчас может прийти с неожиданных сторон и в других площадках. Кстати, интересно, с Украины как? С них тоже дед налоги выбрал? Или чё? Не знаю. Ну, вообще-то, я предполагаю, что очень охотно. Ну, я согласен. Тут ему только волю дай, но тем не менее. Пошли дальше, как Фил Шиллер завещал. Дальше интересно. Дальше интересно. Я только ради неё не уснул, пока ты ходил. Согласен. Тема хорошая. Она как раз примерно об этом. Кстати, без шуток. Действительно, примерно об этом. Блог Make Time. Make Time это, типа, такая полусекта, полупрограмма по, типа, как это сказать, практически личностному росту. Ну, короче говоря, здесь чуваки рассказывают о том, как там хорошо планировать время. Но только не по дебильно, безвкусному, типа, там, ставить цели, ну, типа, как getting things done и так далее. А именно здесь вот у них, у них немного другой подход. И вот эта статья называется Choose a highlight to make time every day. Выберите какой-то highlight. Как highlight по-русски? Не знаю, как highlight по-русски. Я всегда просто мыслю словом highlight. Вот. Но неважно. Нужно выбрать какой-то ключевой момент в своем дне для того, чтобы этот день не слился, не слипся с остальными днями. Здесь пишут, типа, вот, чуваки, всем же знакомо вот это ощущение, что все дни слиплись, тянутся и как-то быстро бегут и кажется, что жизнь проходит мимо. Все такие, да, да, конечно, да. И говорят, вообще, как бы, ну, принято очень среди других, так сказать, коучей, либо концентрироваться на долгосрочных целях, ну, типа там, какая разница, что у тебя дни проходят быстро там, если ты идешь там к цели купить, я не знаю, Rolls-Royce или там купить квартиру на патриарших прудах. Что ты сказал? Rolls-Royce. Rolls-Royce, да. Ну, это такая, на самом деле, не очень долгосрочная цель, хотя, учитывая состояние нашей экономики, скоро и это будет долгосрочной целью для жителей, для партиципантов нашей экономики. Ну, вот. И, короче говоря, для предоставленов еще. Вот, да. Короче говоря, цели, цели, это, конечно, классно, но они слишком далеко. То есть, это важно, нужно ставить цели и так далее, но они не помогут тебе наслаждаться жизнью здесь и сейчас, потому что, как раз таки, когда у тебя только одна цель и ты к ней идешь, у тебя весь путь к этой цели сливается, так сказать, в одну линию. Если говорить про таски, ну, типа, вот как раз Getting Things Done, как запланировать день, чтобы весь свой тудулист в день выполнить. Это, конечно, тоже норм, типа. Но, опять же, у тебя просто каждый день будет тудулист, ты его делаешь монотонно, вальяжно, там, или наоборот быстро, там, усираешься, стремишься. Как бы то ни было, опять же, время будет проходить, типа, быстро. Так вот, чуваки придумали методику. Нужно каждый день выбирать какой-то ключевой момент. И этот ключевой момент у тебя каждый раз будет запоминаться. Типа, это тот день, когда я, там, посрал. Или это, там, тот день, когда я, там, был подкаст. Вот, кстати говоря, наш подкаст, вот раз в неделю, да, вот в тот день, когда есть подкаст, это классический хайлайт, потому что ты точно этот день запомнишь. Это тот день, когда был подкаст. И, типа, вот такая счастливая, интересная жизнь, это жизнь, в которой ты каждый день выбираешь себе какое-то ключевое, ключевое действие. И сначала, до этого ключевого действия ты, как бы, ну, ждешь, живешь в ожидании этого действия. Типа, а, вот сейчас, сейчас я там что-нибудь сделаю. И потом, когда уже ты его тоже сделал, ты, типа, о, блин, прикольно, я сделал. Вот. Ну и тут сразу, как выбрать этот хайлайт? Типа, в тот момент, когда ты уже вклинился в эту тему, ты, в принципе, уже легко выбираешь. Ты уже, ну, у тебя есть какая-то методика определенная и так далее. Опять же, здесь, наверное, надо тоже, чтобы это в рутину не вошло. Если у тебя каждый день одинаковый хайлайт, ну, что, типа, ты там живешь, пока кошек не покормил или собаку не выгулил. Это, ну, это дерьмовый хайлайт, он как бы должен отвечать ряду требований. То есть, первое, он должен быть, в принципе, плюс-минус неотложный, потому что, если это какой-то момент, который ты можешь сделать всегда, ну, типа, там, прикрутить плинтус, хотя, в принципе, ну, как бы, прикрутить плинтус достаточно срочное дело. Ну, неважно, какой-нибудь, какой ты можешь сделать всегда, это так не работает. Это будет недостаточно яркий для тебя момент, и ты как бы не сможешь его выбрать, ну, там, сделать ты его сможешь, но, опять же, в памяти не зафиксируется. Поэтому должна быть некая важность. И тут сразу примеры. Например, отправить клиенту коммерческое предложение, которое он ждет к концу недели. Ну, то есть, это достаточно важная веха, так сказать, которую можно, ну, опять же, себе отметить в голове. Это же, ну, как бы, до того, как ты эту методику начал использовать, ну, или там, не ты, а лирический слушатель, он, соответственно, эти же дела, он тоже их делает. Просто в тот момент, когда ты себе отдельно в голове их отмечаешь, типа, вот, я делаю там то-то, то-то, оно просто проскальзывает вперед, ты не обращаешь внимания, и как-то все рутинно. А когда ты это отмечаешь прямо у себя в голове, то да. То есть, например, ну, другой момент, это помочь, дочери закончить большой школьный проект, который к завтрашнему дню. То есть, тоже достаточно срочный момент. Или там, отредактировать фотографии с прошлого отпуска, которые ваша семья очень хочет посмотреть. То есть, тоже такой достаточно срочный момент. Второй параметр, которому должен отвечать, вот этот хайлайт, который ты выбираешь, это удовлетворение. То есть, то, что тебе от завершенности принесет удовлетворение. Ну, то есть, опять же, здесь про семейный отдых опять. Выбрать направление для следующего отпуска. Ну, то есть, когда выбрал этот момент, ты такой, ах, камень с души. Уже точно знаем, куда едем, можно бронировать там билеты, отели и так далее. То есть, в общем и в целом, какое-то действие, которое по завершенности ты выдыхаешь и говоришь, блин, слава богу, сделал. Или типа, вау, классно сделал. В том числе написано, сделать, здесь еще один пример, написать черновик тысячи, полторы тысячи слов вашего, новой главы в вашем романе. То есть, ну, тут для писателя вариант, ну, то есть, какой-то большой блок, там, чего-то написать, получить удовлетворение от завершенного какого-то дела. То есть, в данном случае, для кого-то это, может быть, если мы говорим про программирование, закончить какой-то пэт-проджект свой, или там, выкатить очередной релиз этого пэт-проджекта, это вроде не по работе, то есть, это не очень рутинная тема, но при этом удовлетворение тебе это, разумеется, принесет, потому что, если ты какой-то релиз выкатил, неизбежно кто-то им попользуется, какой-то фидбэк принесет и так далее и тому подобное. Третий параметр, которому должен соответствовать этот хайлайт, это joy, то есть удовольствие. Ты должен получать удовольствие от самого процесса. То есть, не только от того, что ты его выполнил, потому что, ну, так можно как бы сделать хайлайт, там, я не знаю, вычистить, как там, Авдеевы конюшни, авдеевы, ору, ну, по-моему, Геракл Авдеевы конюшни вычищал. Подожди, какие же это конюшни? Ну, что-то типа Авдеевых. Авгиевы, Авгиевы конюшни. Да ладно, давай Авгеевы, Авгеевы конюшни. Авгеевы, может быть, даже. Ладно, короче, вот вычистить Авгеевы конюшни, они отвечают второму параметру, что от завершенности стопудового удовлетворения. И, возможно, первому. Это достаточно срочный момент, потому что там, как бы, ну, уже умирать начинают люди вокруг от запахов. Вот, но третьему вряд ли соответствует, удовольствие от этого нельзя получить. Но вот тут, как бы, не должен хайлайт соответствовать всем трем пунктам, хотя бы там одному или двум. Вот. Ну, опять же, примеры классных моментов, от которых получаешь удовольствие, это выучить новую песню на гитаре, сходить на новоселье к другу, take your kid to the playground, сходить с ребенком на детскую площадку погулять. Вот, опять же, вроде бы, в том числе, рутинные дела, но если ты для себя отметил, что, окей, надо вот это сделать, я это сегодня делаю, и сегодня это будет тот самый день, когда я наконец-то схожу с ребенком погулять на площадку, то у тебя этот день лучше запомнится в памяти, он у тебя будет более красочным, и даже в тот момент, когда ты, кроме этого хайлайта, что-то днем делаешь, ну там, на работе, у тебя и работа будет даже продуктивней, в том числе, в этот день, потому что ты хочешь быстрее сделать работу и хорошо продуктивно поработать, чтобы скорее пойти и выучить новые песни на гитаре, то есть, ну, это, 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 в общем, тебя, во-первых, а, мотивирует, ну, более, лучше прожить день, а, б, у тебя, ну, как бы, просто красочная жизнь становится, ты больше удовольствия получаешь от этой жизни, счастья там, и все такое, то есть, нужно выбирать такие хайлайты, потому что, когда это у тебя есть, ты, во-первых, а, фокусируешься на своих приоритетах на данный момент, позволяет просто, даже когда ты выбираешь этот хайлайт, ты, в принципе, перебираешь дела, какие у тебя есть, и, может быть, наконец-то, ты, ты же можешь хайлайт выбирать не из тех дел, которые ты бы и так сделал, а просто выбирать раз в день какую-нибудь фигню, типа, там, прочитать статью какой-нибудь из журнала, или, там, прочитать 15 страниц книги, ты бы вот это не сделал, а так, ты просто разделяешь свой день на, до хайлайта и после хайлайта, и, соответственно, делаешь еще и вот такое, ну, какое-то важное или не очень важное дело, ну, и, типа, там, энергии лучше сохраняются и все такое, тебе как, Никита, вообще? Слушай, у меня вопрос, у меня вопрос, а в какой момент надо выбирать? За неделю? В 6 утра вставать? Выбирать? Слушай, не знаю, может быть, с вечера предыдущего дня, может, в 6 утра, я думаю, здесь не принципиально, даже если ты в обед только его выбрал и в обеде сделал? Нет, а если я, допустим, весь день прошел, я забыл выбрать и вечером выбрал уже из того, что предложено, это уже, это будет считаться? Да тут видишь, ты же понимаешь, что это для тебя, будет или не будет считаться, если ты, как минимум, утром уже знаешь свой хайлайт, то у тебя весь день пройдет кайфово, вот в этом дело, поэтому, а выбрал ты его рано утром предыдущий день или ты еще в воскресенье знал, что в четверг у тебя там день подкаста или день стрима, да, как у нас, то в принципе он у тебя был выбран сильно заранее и ты понимал, что, блин, мне надо сейчас хорошо поработать, чтобы вечером меня ничего не отвлекало от подкаста, мне не горела жопа от сроков там и так далее и тому подобное. Вот, например, наша запись подкаста это стопудовый хайлайт, вот, и он выбран как бы всегда, ну, не всегда, а ну, как бы плюс-минус заранее, но, наверное, в какие-то дни ты как бы, возможно, будут дни, когда ты его не успел выбрать, там забыл, замотался, ну, то есть ты не обязан жить идеально в этой жизни и все как бы делать по гайдлайнам каким-то, но в общем и в целом, мне кажется, что утром по сабредиту Shower Thoughts пока душ принимаешь, придумать сегодня какое важное там дело или что-то еще, или там один день в неделю по скраму, по agile, выписал на следующий день, на следующую неделю хайлайты на всю, и ты заранее примерно знаешь, что тебе в какой день из важного надо сделать и под это тоже там подстраиваешь, может местами там меняешь, приоритеты у тебя как-то меняются, ну, в общем, хотя бы какое-то подобное планирование, это лучше, чем его отсутствие стопудово, потому что вот мы выяснили почему, не будем повторяться. Кручь, мне понравилась, мне понравилась статья, то есть это, ну, даже не пустые какие-то слова, а действительно какие-то решения, чего-то, может быть кому-то это очень сильно пригодится, и может быть даже кого-то это сделает счастливее, если можно так это назвать. Интересно, прикольно, можно так попробовать действительно поделать? Я с удивлением обнаружил, что я иногда так же живу, то есть я иногда выбираю этот хайлайт, но это именно, знаешь, по детям само выбирается. Ну, согласен. Блин, сегодня там туда-то идем, или там сегодня то-то делаем, прикольно, прикольно, прикольно. То есть вот, и вот на самом деле, дети же от этого, разумеется, счастливы, они же ждут там выходного, когда они пойдут в зоопарк, и, соответственно, вот тут примерно то же самое, если ты будешь себе каждый раз выдумывать собственный зоопарк, то будешь как ребенок постоянно радоваться, и списаться, и какаться еще будешь. Согласен, согласен. Отличная тема. Напишите в комментариях, кому помогло, не помогло, и кто попробует. Пойдем к следующей теме. Практически вспышка. Разные корпоративные культуры и непорядочное поведение. Яндекс и Сбербанк расходятся и делят имущество. Оказывается, я не знал, но всякие такие штуки, типа Яндекс.Маркет, вот, Яндекс.Деньги, и вообще все, что про бабки связано с бабками, Яндекс и Сбербанк делят практически, как кровать, как ложе. Я не знал. То есть я думал, что Сбербанк очень сильно мейл-рушный, чуваки. И это я и то знал, только из-за того, что когда Delivery Club открываешь приложение на телефоне, у тебя написано Сбербанк и мейл-ру, что-то такое. Да, я видал тоже. Ну вот. Ты же обнаружил для себя. Оказывается, с Яндексом тоже вась-вась. И тут, оказывается, я прочитал, в теме написано, что Яндекс не устраивает то, как топ-менеджмент вообще себя ведет. То есть, похоже, что у Сбербанка... Топ-менеджмент Сбербанка? Да, похоже, что у Сбербанка какие-то топ-менеджеры жесткие. Ну, тут в основном не жесткие, а именно какие-то... Им не нравится их поведение практически. Но не на поведении одном дело, а именно, как я понимаю, разногласие в том, что Сбербанка постоянно залезает своими продуктами и проектами на территорию Яндекса. То есть, они тоже как бы делают в IT-теми и тоже вроде как какие-то сервисы. И как бы они вроде и конкуренты, плюс они еще с Mail.ru вась-васькают, которые тоже конкуренты Яндекса. И по сути... Я думаю, да, в этот момент тоже началось, так сказать, когда у Сбербанка сменился, так сказать, форвадер. Ну вот. И, соответственно, в общем, из-за этого как бы нельзя быть всем и конкурентом, и другом, как мы понимаем. То есть, это сложно. И партнером. Ну, с другой стороны, в Америке такое часто бывает, когда вроде и конкуренты, а вроде и закупают там экраны или еще что-нибудь такое, как в случае с Apple. Ну, вряд ли закупают одновременно у двух экранов. Понимаешь? Здесь тоже, скорее всего... Согласен. Вот здесь, тем не менее, на двух стульях пытались усидеть. Даже я бы сказал, на трех, на своем еще стуле, на Сбербанковском, на Мэйлорушном и на Яндексовском. И вот Яндекс, в общем, хочет отвалить. Собственно, и уже отваливает. И даже написано, что проекты, которые останутся у Сбербанка, они, скорее всего, будут переназваны просто, потому что Яндекс в какой-то момент, ну, затребует бабла за название Яндекс.Деньги, например. И, соответственно, возможно, у тех, у кого действительно Яндекс.Деньги, ну, пользуются популярностью, кто их использует, они, возможно, будут называться там Сбербанки. Сбербанки. Блин, ну, это странно. Ну, то есть, серьезно. Во-первых, как бы у Яндекса большая инфраструктура проектов, в которых уже сильно интегрированы Яндекс.Деньги. Да. Что как бы, ну, было бы тупо их просрать. Это реально, ну, ну, блин. Это как мы сейчас возьмем и научпоповскую часть нашего подкаста продадим куда-нибудь. Ну, ну, нет, и то, и то не так это будет радикально. Ну, короче, бред, я не знаю, не могу привести аналогию, но это реально странно. Вот, странно, что они действительно там с корнем, но, видимо, уже терпеть нет мочи, и, видимо, Яндекс так больше выиграет на этом. Тут же все в бабках. Видимо, не сухо посчитали это все на калькуляторе, на машинке, и все. Да, на машинке. Ну, в принципе, вот такая вспышка. Нам интересно все равно про таких пацанов, как Яндекс и Сбербанк, что они там мутят. Не так интересно, конечно, как про то, что надо выбирать цель каждый день одну, но тоже сказали, интересно. Просто в очередной раз догадываешься, что если что-то с деньгами в нашей стране связано, то это, скорее всего, Сбербанк. Это вообще несомненно, я бы сказал. Вот это для меня была неожиданность. А самое главное, что мешает сейчас Яндексу, ну окей, отдадут Яндекс деньги и назовутся там Яндекс, я не знаю, Мошна. Яндекс Мошонка. Ну, то есть, и там будет тот же самый продукт. То есть, ну, серьезно, у них же есть определенные. Или там все запатентовано наглухо? Я не знаю, как это будет. Я не понимаю. Или новая разработка всего, так сказать, всей инфраструктуры, это слишком затратно и долго для них будет, чтобы это все заново проходить. Ну, короче, я, это странно. Посмотрим, как это будет развиваться. Мне тоже интересно, потому что, реально, Яндекс деньги, они с корнем пропитали весь Яндекс, все их сервисы. Как будут выдирать, непонятно. Яндекс Маркетом я вообще частенько пользуюсь. Ну, вот, видишь? Хороший такой агрегатор. Ну, короче, как из души окатила меня эта новость. Я понял, почему ты ее включил, собственно. Вот, да. Ладно, дальше идем, у нас завершение. С РБК у нас статья. Я что-то так и не понял. У них, у РБК, у ведомости сайт выглядит вообще плюс-минус одинаково. Я понимаю, что они как бы типовые? Ну, в смысле, не типовые, а в смысле у них одна и та же аудитория, скорее всего. Вот, хотя, может, и противоборствующая. На одном и том же WordPress'е сделали. Ну, да. Вот, нам ее тоже кинули в патроновском чатике. Об архитектуре поговорим. Гладкие фасады. Почему дома стали строить без балконов и лоджий? Вот такая у нас новость. Скорее всего, скорее всего, больше характерна для Москвы. Во-первых, нам ее скинули, скинул москвич, если я правильно помню. А во-вторых, другие москвичи с патроновского чатика подключились со словами «Да, ЖК, там, такой-то», ЖК, писька. Подтверждают эти слова? Что, типа, ну, реально, дома стали строить без балконов и лоджий. Знаешь, как я обычно иду по городу, по-нашему, как я определяю, офисное это здание или жилое? Если есть балконы, значит жилое, если балконов нет, значит офисное. Ну, да, а там, видимо, везде офисы понаставили в Москве. Судя по всему, перестала работать моя формула у них, там не офисы понаставили, а просто проанализировали риэлторы рынок. И, ну, я так понимаю, смотри, здесь это комплексная причина, но вот я сразу скажу, мне почему-то всегда, ну, как бы стрёмно, если в квартире нет балкона, как-то это, причём, не то, чтобы я прям на балконе какое-то время провожу, ну, понятно, у нас в квартире балкон утилитарную функцию носит, но даже если бы не она, то без балкона всё равно как-то стремновато. Именно стремновато, в плане, типа, фу, что-то бедное, ну, типа, балконы обычно, балконов нет обычно в общежитиях каких-нибудь или где-то ещё, в каких-то там, ну, там, в гостиницах, и то в топовых гостиницах есть. Вот, и это, типа, ну, как бы, качество, типа, качество жизни дерьмовое. В общежитиях есть общественные балконы, которые на этажах, которые с торцов здания обычно, на которых все курить вместе, выходят в одну банку консервную. А тут как-то вот вроде, типа, нормальные эти, ну, как это сказать, ЖК, как по-русски. Не по-русски, а как шифровать, жилой комплекс, наверное, ну, то есть нормальные жилые комплексы, не для бомжей, хотя в Москве, наверное, нет жилья для бомжей. Это ксюморон, в принципе, жильё для бомжей. Так вот, и там всё равно нет балконов. И вообще, что говорят застройщики? Застройщики говорят, что спрос на них нахрен не нужен, потому что, ну, просто настолько дорогое в Москве жильё, что даже если ты экономишь три квадрата на балконе, то ты уже экономишь миллиард сразу. Поэтому, грубо говоря, ну, нет смысла в них. Их уже практически, ну, никто не использует, потому что, ну, всем бы хоть где-нибудь в жопу прижать, как бы. И вот, да, в этом отношении это практически как общежитие. Ну, то есть, ну, от дешевизны. Кто-то говорит о том, что вот эти балконы и лоджии называются так называемые летние помещения. Их сложно строить. Потому что, ну, если их эксплуатировать только летом, ну, это стрёмно, никто не будет покупать. Если их застеклять, как-то утеплять и так далее, то тогда надо утеплять. А вот, чтобы ты понимал, даже в Челябинске современные вот эти вот ЖК, в которых балконы, именно они как лоджии, ну, то есть, они без выноса. Их, они там не утеплены, и их сами жильцы не могут утеплять. Потому что, это типа изменение фасада, там, туда-сюда. Короче, это хрен согласуешь и всё такое. Вот. И поэтому, по факту, у тебя оно всё равно такое полуостывшее, полу непонятное. В общем, блин, с этим сложно. Сделать балкон мечты в новых ЖК уже особо нельзя, как вот я себе здесь сделал. Потому что, ко мне придут управляющие компании, скажут, чувак, ну-ка всё-ка, убирай. Ну, и там, видимо, когда ты покупаешь это жильё, у тебя там в договоре это всё прописано, какой-нибудь дизайн-код, там, вот это всё. Угу. Вот. Потом, следующее, начали говорить о том, что стали просто тупо делать кладовки. А в большинстве случаев на балконах тупо хлам всякий хранится. И поэтому, а зачем, ну, то есть, так тебе зимой придётся там тулуп одевать, чтобы выйти на балкон, там, я не знаю, твёртку найти или перфоратор, который у тебя там заиндивил. А так у тебя есть кладовка, и ты это всё в тепле хранишь, и как бы сразу у тебя плюс кайф. Вот. Здесь почему-то не стали говорить про карманы, хотя, ну, видимо, это тоже что-то из Советского Союза осталось. Типа, когда у тебя есть карман на две квартиры, которые не совсем прям общественное подъездное помещение, но такое предквартирное. Велосипеды можно всякое хранить, ну, велосипеды, лыжи какие-то, я не знаю, там, я был во многих карманах, где заходишь, и там, ну, ты прям прорываешься сквозь, там, полки, какие-то шкафы и так далее, до квартиры ещё хрен дойдёшь, потому что, ну, там реально много хранят. Ну, здесь есть картинки таких балконов, на которых, как обычно, велосипеды, зимняя резина или летняя, наоборот, там, и всё такое. Поэтому, не знаю. Тут пишут про какие-то супер ЖКшки, в которых кладовки находятся даже не в самих квартирах, а по Шелдону. Есть, типа, подвальное помещение у дома, в котором ты заходишь, и там именно ячейки, ячейки, ячейки кладовые. И их, ну, как парковочное место у нас, в западном луче, это такой ЖКшка тоже, там парковку отдельно покупаешь, по-моему, 650 косарей за парковочное место. Просто ты его покупаешь, и оно твоё становится, и ты его как квартиру потом продаёшь отдельно. То есть, я не знаю, там, зелёнку, не зелёнку дают, или чё-то, или йод, но тем не менее. Вот. И здесь также, видимо, можно кладовку в подвале, собственно, купить, которая именно, ну, ты заходишь, у тебя там свой ключ, своя роль ставня, и ты это всё не в квартире хранишь, ну, какие-то долгие вещи, как велосипед сезонный, а хранишь это в таком подвале. Поэтому, не знаю, кто-то вообще говорит о том, что балконы это уродство с точки зрения фасада. Ну, без балконов дома выглядят более лаконично, красиво и так далее. Это вообще, это там четвёртый вариант. Поэтому, не знаю, вот ты вообще, что думаешь, Никита, насколько балконы нужны, важны, что лучше, балконы или лоджии? И есть ли, ну, у тебя там в знакомых или где-то люди, которые осуществили вот эту мечту выходить на балкон пить чай или пить вино по вечерам, потому что там вот так красиво, здорово, которые реально не захламляют балконы и используют их как вот классное летнее помещение там для романтики или для чего-то ещё? Ну, во-первых, ты, у тебя достаточно для романтики. А во-вторых, мне кажется, что, ну вот, мне, не знаю, то ли так приучили, то ли навязали, то ли хрен знает, но у меня какая-то есть мысль, что всё-таки лоджии круче, чем балкона. И даже комфортнее как-то ощущаются, как мне кажется, это всё-таки штука, которая у тебя практически внутри, квартира твоя, но как будто балкон. И на балконе ты как-то себя чувствуешь, особенно на незастеклённом балконе, ты себя чувствуешь хуже, чем на незастеклённой лоджии, как по мне. Потому что незастеклённый балкон это прям... У лоджии есть ушки, да, у неё есть бока, и ты типа тупо защищённее себя ощущаешь. Ты как бы внутри, да, ты как бы всё ещё внутри квартиры. А на балконе это, ну, прям вино пить выходить на незастеклённом балконе в Италии где-нибудь, потому что иначе у нас в России это немножко страшно так делать. Поэтому я скорее за лоджией, хотя у меня сейчас балкон, но у родителей, например, лоджия, и она, ну, как бы это круть. Она теплее, она там хренее, короче, в общем, лоджия это круть, мне кажется. Потом что ещё? Совсем, мне кажется, без балкона, без лоджии, ну, как-то непривычно. Я привык почему-то, что есть такая. С другой стороны, нафига она нужна? Ну, допустим, если у тебя есть много места в квартире, но если у тебя нет балкона или лоджии, скорее всего, у тебя мало места в квартире, тут уже обычно, когда у тебя много места в квартире, у тебя и лоджия такая, что как ещё одна квартира. Ну да, в Челябинске такого нету ещё, что прям повсеместно строят дома без балконов и лоджий, не то что повсеместно, я, наверное, ни одного не знаю, но это только общежития какие-то. Но в Москве, видимо, уже вот докатилось, и там, видимо, есть и премиум какое-то жильё без балконов и лоджий. Да. Ну да. Ну вот, я как-то всё-таки за лоджии почему-то, вдруг. Скорее всего, вот это наше будущее, это наш шанс. Ну, у нас во всех топовых ЖК-шках уже давно лоджии, как минимум, из-за теплоты и из-за, опять же, лаконичности фасада. Лоджия, она не выдаётся, и там не видно, что, ну, нету вот этого вот передничков вот этих и так далее. И опять же, с лоджией, когда там именно природное остекленение от застройщика, ты его не можешь просто выломать кусок и перестеклить как-то там, как хочешь и так далее. Поэтому это, ну, это красивее. Это единственный, единственный плюс в том, что их нельзя перестеклить, там, утеплить и сделать по-человечески. Я как человек, который любит закастомить всё, там, переделать по-своему и так далее, я грущу от того, что у нас во всяких премиумных штуках нельзя никак, как хочешь сделать балкон, но зато здание, блин, красиво выглядит, это меня успокаивает, типа, ну и хрен с ним, ладно, зато, зато вот я в стильном доме живу и как-то прикольно и вообще. Поэтому, но я полностью с тобой согласен, что лоджии это более круто, чем балконы, хотя у меня, опять же, никогда не было лоджии, но, а балконы были почти всегда. Может быть, это что-то компенсирует, то, что у меня этого, ну, не было никогда, но это просто тупо теплее, да, и меньше, опять же, с практической точки зрения, меньше денег на остекленение тратить, потому что нету боковых сторон, но с другой стороны, вот я сейчас выхожу у себя, я как в башню вышел, у меня практически 360 градусов обзор, и я весь такой выхожу, ну-ка, что тут в городе происходит, туда-сюда, а в лоджии, ты как бы все, ты такой как бы смотришь, что в городе, посмотришь, но тебе высунуться надо, для того, чтобы посмотреть. Кстати, тут пишут еще, что именно курильщики сильно оценивают балконы, ну, вообще летние помещения, здесь по-умному называют, что типа, ну, тупо реально выходят курить на балконы, ты бы вот выходил курить на балконы, если бы курил? Да без проблем вообще, я бы хоть куда выходил. Ну, подожди, ты не хотел, ну, не боялся, что ты там засмолишь, у тебя желтый балкон изнутри станет там пропахнет? Да, ничего ему не будет, фуф, это же, если ты, это хорошо, что ты хоть вообще выходишь, потому что ты вот в комнате, ты давай попробуй, вот это да будет, а на балконе ничего не будет, там все проветривается сто раз. Раньше когда-то вот как-то просто в гости к кому-то приходил, там к чьим-то родителям, там где-то, ну, бывало такое, что курили в комнатах, сейчас я сто лет уже не видел какого. Это да, это уже как-то какой-то атаизм. Это атаизм какой-то, в туалетах еще знаю, есть такое, да, есть кто на площадку лестничную выходит курить, ну, на балкон, да, но вот так, чтобы реально в квартире курить, это жестко, ну, кальяны точно курят? Здесь как бы нет вариантов, но так же прям сигареты в квартире. У меня, допустим, у соседей, у некоторых, если открывают они двери, то такое чувство, что они в коридоре курят, если честно. Ну, вот значит, видимо, есть такое все-таки, по мне уже практически нет, может, я просто как-то, ну, перестал к таким людям в гости ходить, хотя не то, чтобы я специально как-то старался, я вообще не имею ничего против запаха табака, никакого причем, ну, то есть, ни кальянного, ни сигаретного, ни сигарного, ни трубочного, я как-то спокойно к этому реально отношусь, у меня, может быть, голова начнет болеть от этого, там, или что-то как-то, но так, что прям, есть жилье, прям, ой, фу, фу, там, может, может, они просто от вредности, типа, они пассивные курильщики, все такое, вот, я не из этого, если помнишь, в Америке мне нравилось, когда мы с тобой убирались в номерах, мне нравилось убираться в курящих номерах, потому что туда заходишь и накуриваешься, и прям прикольно, да, да, не, я тоже ничего против не имею, тем более я причастен, как бы, к такой хрени, поэтому, знаешь, мне, как бы, вообще ничего, ну, вот, в квартире, мне кажется, именно в комнате, это, конечно, уже более маргинальная тема, мне кажется, это все-таки, да, да, ну, ладно, в общем-то, мы все темки обсудили, вот, у нас есть две наших финальные, первый это патроны, второй это обойка, вот, у меня, как обычно, заготовлено все на ноутбуке, вот, спасибо всем, кто в июне нам занес денег, вы, чуваки, крутые, уже прям тяжелые времена наступают, нависает костлявая рука голода, а все равно нас поддерживаете, это, это очень круто, вот, три 40-долларовых патрона, у нас есть Тимур Икрамов, он даже 40-99 занес, специально, чтобы в топ вырваться, 40-долларовый Макс, спасибо, и Игорь Катив Продакшн, чуваки, вы, вы вообще крутые, в 20-долларовых осталось всего два, Константин Гончаров и Никита Ларк, есть 10-долларовые, Иван Мирзавцев, Графа Балмасов, Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, Бэд Кэт, Алекс Яценко и Петр Гульчук, 5-долларовые космонавты, Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Потапенко, Андрей Чиг, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Петр Гаврилов, Паша Триточки, Алекс Ефремо, Трофим, Илья Смагин, Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Дмитрий Скрипкин, Евген Скакун, Иван Савин, Эдуард Мисков, Айрон Вулф и Антон Савинчук, чуваки крутые, есть у нас такие, это Владимир Анохин, 7 долларов, спасибо, и Рома Фролов, 5 долларов, Рома, ты тоже крутой, не менее крутой, чем все остальные 5-долларовые патроны, всех остальных у нас по традиции здесь банан где-то подмонтирует с боков 1-долларовых и 2-долларовых патронов, вас мы тоже очень сильно любим, просто, ну, вас становится действительно много, уже два, два огромных класса переполненных, либо три неогромных у нас сейчас, поэтому, в принципе, как бы, ну, достаточно сложно всех перечислить, не то, что мы зазнались по этому, но мы хотя бы вас здесь где-то подмонтируем и то хорошо. Дальше обойка. Обойка. Давай, скажем для слушателей, что это такое вообще здесь? У нас здесь горы, чуваки идут в горах, и достаточно красивый вид, такой склон, и потом подъем снова на другую гору, написано, что это Канада, что-то Канада на фотографии у нас. Где подкаст? Да, я тоже как раз сейчас открыл, чтобы посмотреть, где это. Где подкаст? Я скажу банальное, я скажу банальное, вот этот самый на переднем фоне большой камень, это подкаст. Справа который? Вот да. Который уже в пропасть скоро упадет. Вот да, это он. Дно пройдет. В целом, на него можно чуть-чуть встать и повыше посмотреть как бы на мир, и посмотреть на горы, и побалдеть. Как бы с помощью наших тем. Это круто. Очень неплохо получилось. У меня два варианта, причем второй возник только сейчас, когда я заметил, что там есть горное озеро справа вдалеке. Было бы круто, если бы это был наш подкаст. Ну типа там до него хрен дойдешь, но зато когда дойдешь там так классно. О, а, ммм, чистейшая вода, рыба там, вот это все. Вот. Но я изначально придумал другую идею, что наш подкаст это вот эта тропинка, которая идет вдоль склона. Вот. Я несколько раз был в разных горах, и в наших, и в европейских, и везде были такие тропинки. Я не знаю, как они образуются, они видимо природно просто протаптываются каким-то хреном. Вот. Но когда я был в австрийских Альпах, по таким даже коровы ходят. Вот. То есть именно они дальше тоже протаптывают. Во-первых, реально есть альпийские коровы, без шуток. Они, конечно, не розовые, как Милка, но тем не менее. И они, бывает, встанут на эту тропинку и ходят обосрись. Их надо обходить уже по траве. При этом это здесь склон достаточно пологий. Хотя тоже, вот если по нему начнешь сбегать, хрен остановишься. Ну да. Поэтому он условно пологий. А бывают реально намного более крутые склоны. Я тоже ходил по таким. Когда ты идешь по этой тропинке, ты понимаешь, что если тебя сейчас обнесет по Ефремычу, то в принципе уже как бы это будет твое последнее обнесение, скорее всего. И вот на таких тоже стоят коровы. И вот я пару раз так обходил именно по левой стороне и боялся, что сейчас скачусь в корову прям. Я причем не знаю, коровы легаются как лошади или нет, но у меня реально, вот я вообще мало чего в жизни боюсь, но у меня есть страх, что меня легнет лошадь и я инвалидом на всю жизнь останусь. Вот. Поэтому я всех лошадей реально обхожу за 100 метров просто, ну чтобы не нарваться, не дай бог. И вот тут я также боялся, что вдруг коровы тоже легаются. Потому что даже с учетом того, что у них не такие длинные ноги, копыта у них, я думаю, такие же твердые, как у лошадей. И удар, я думаю, у них тоже такой, что ты его не выдержишь нормально. Ну, естественно, я думаю. Вот. Поэтому, блин, вот наш подкаст это тропинка. Вроде как бы непонятно, как она взялась, как-то сама протопталась. Не продюсерский у нас подкаст, короче говоря. Но зато без него людям, которые попали на вот эти отвесные скалы и горы жизни нашей, без темок, которые на нашей тропинке лежат, хрен проживешь вообще. Поэтому вот такая метафора у нас сегодня. Отлично, отлично. Мне нравится. Красиво в Канаде. Красиво. В любых горах. Опять же, лучших гор могут быть только горы, которых еще не бывал. Вот в канадных, в канадских горах еще канадных, сумка. В канадских горах еще не бывал. Вот. Ну ладно, что, может побываем когда-нибудь благодаря вам, наши уважаемые подписчики. Оттуда доложим, так сказать, тоже, что и как происходит. Это был Суровый Веб 234 выпуск. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Вы очень крутые. Пишите в комментариях, ставьте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал. У нас здесь такое плюс-минус каждую неделю происходит. Понятно, что часто не каждую, но мы стараемся, правда. В нынешних условиях это лучшее, что мы вам можем предложить. Да. Спасибо. Давайте будем выключаться. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok